На меня вывалят огромное количество чернухи, это вот просто, поверьте, если кто-то из вас не сталкивался с этим, это очень сильно неприятно. Когда про тебя всякие глупости, которые еще и полные неправды, всем раздают, и люди такие, да, надо же, какие-то. Это очень сильно по-человечески просто неприятно и противно. Но я к этому готов. Вы поддерживаете вора? Какого вора? Владимира Милова. А, он вор, да? А вы докажите, пожалуйста. А докажите, что эта стройка незаконная? Вот сейчас было обвинение в отношении Владимира Милова. Вы сказали, что он вор, вы это подтверждаете, да? Это мое оценочное суждение. А, все, все. Успели сказать, хорошо. Спасибо. Это засланные казачки. Засланные абсолютно. Сколько мне заплатили? Абсолютно. А я про это не говорю. Я говорю о том, что... А, я еще и бесплатный. Вам заплатили, может быть, должностью. Должностью, да. Я бедный студент, у меня, смотрите, по льтору ванной. А скоро мне заплатят? Ну, сейчас заплатят. От работу своего хозяина спросите. Вот, а что девушка заплатит? Думаю пальто себе купит. Все, отлично. А это молодой человек тоже с ним, да? Все, да. Все вместе, да? Ну, мы знакомы с ним, да. Мы знакомы, да? Ну, ладно. Максим, я тоже с ним отношусь. Не, я знаю. Максим, уже хорошо. Максим его зовут. А я же уже представлялся. Да? Мы здесь и познакомились. А вас как зовут? Меня Роман зовут. Роман? Роман Слитовского, 13. Так вот, юрист, определение демократии. Скажите, кому из политиков? Я вопрос задал. Я не знаю. Все, значит, все понятно. Каждый человек должен. К сожалению, на мой вопрос ответить не можете. У меня такое ощущение, что вы... Юрист, не способный дать определение демократии. Я задал первый вопрос. Если вы на него отвечаете, что нет, я пошел по своим делам. Я отвечаю, каждый человек сам для себя должен сделать выбор. Какую политическую... Какую политическую... У меня что-то такое ощущение, что вы из саентологии. Вы сектанты. Да. Очень похоже. А как к ним можно обращаться? Зачем вам ко мне обращаться? Ну, вы же задаете мне какие-то вопросы? Да, вы на них не отвечаете. Вы курите, я не выношу запах курения. Извините, я сейчас докурю, и мы сможем вернуться. От вас будет пахнуть. Это очень большой геморрой. А зачем вы его задеваете? Затем, что я просто чувствую, что я должен это делать. Люди от меня этого ждут. Люди ждут? Люди от меня этого ждут. Вы сами-то верите? Я в это верю, потому что я здесь живу, я со многими... Я тоже здесь... Бегаю по этим стройкам уже много лет. Наши депутаты, мы что-то чертами людей не делали. А вы сделаете? А я сделаю, да. А кто, вы сделаете? Блаженка, наверное. А вы сделаете? А вы не депутаты? Нет. Я предлагаю не слушать, вот тут вот этот человек снялится. Меня? Ну, спасибо. Давайте вас послушаем. Я предлагаю просто разойти. Вы в каком доме живете? Пойди смотреть Олимпиаду. Это распилиада, а не Олимпиада. Вы тоже болели за это. Живу я в Яснево. Я за это тоже болел. А в каком доме, скажите? Он собрался здесь, чтобы просто пропиариться. Вот что делать. А вы не длите. Вот что, первый вопрос. Я вообще мимо проходил. Вот и идите мимо. И пойду. Не подскользнитесь. Я не хочу вам этого говорить. Вы слишком агрессивно ко мне настроены. Нет, я агрессивна к вам. Я как мама, как бабушка даже к вам. Я не могу сказать, что вы говорите. Погромче, пожалуйста. Не слышите? У вас в ушах бананы. Хорошо, у меня в ушах бананы. Теперь я вас слышу. Вот, отлично. Вынули. Так какой корпус-то? Около какого? Как это имеет отношение к празднику? А вы не кричите. Вы на меня не кричите. Я говорю, что житель Яснево. Если вы мне не доверяете, зачем вы со мной общаетесь? Зачем вы со мной общаетесь, если вы со мной мне не доверяете? А что вы такое бриллиантное, младое человек? Зачем вы меня снимаете, если вы мне не доверяете?